Как поступать в экстренные ситуации? Что предпринять, чтобы не оказаться на улице? Как помочь людям, которых эта участь постигла? Во всем этом разберемся прямо сейчас с адвокатом Галиной Токуновой. Она сегодня у нас в гостях. Галин, доброе утро. Рад вас видеть. Ну и в общем-то, первый вопрос вообще, кроме собственного желания, я думаю, вряд ли у кого-то вообще оно в принципе есть. Почему люди оказываются без крыш над головой? Ну, человек может оказаться на улице по разным причинам. Ну, первое, он взял кредит в банке под залог собственной квартиры. Второе, он попал в руки мошенников. И его жилое помещение было продано. Ну и есть ряд других причин. Продал по глупости собственную квартиру, либо обманным путем кто-то завладел, и он кому-то квартиру продал, подарил. То есть причины бывают разные. Это похоже на какое-то зомбирование, мне кажется, человек. Ну, слушайте, мы же живем все не одним. У нас у всех есть друзья, родственники. Я просто понимаю, как можно попасть вот в эту ситуацию. Нет, я понимаю, что мошенников много. Но как попадают люди вообще в эту историю? Ну, допустим, человек... Хорошо, кредит я поняла. А как еще завладели твоим шильем? Каким образом? Я не понимаю, просто как можно повлиять вот на меня, чтобы я переписала свою жизнь? Нет, но есть же все равно, я так думаю, что у меня некая такая категория, что называется, группа риска. Наверное, люди, которые все-таки какой-то некий асоциальный образ жизни ведут, вот они, наверное, в первую очередь попадают в руки мошенников. Такие люди, да, действительно попадают в руки мошенников. Мошенники обладают определенным психологическим даром, который, допустим, рассчитан на одиноких стариков. И пожилые люди любят, когда к ним относятся нормально. Если, допустим, женщина или мужчина встретили хорошего молодого человека или молодую девушку, которая каким-то образом начала заботиться об этом человеке. Со своей меркантильной целью. Ну, конечно. Конечно, бывает и так. Как распознать таких людей, мне вот интересно? Никак, да? Практически сложно. По жилым, наверное, сложно. Практически это невозможно. Единственное, что если рекомендация от адвоката, если вы собираетесь как-то реализовать свое жилое помещение, подарить, продать, то обратитесь в любую адвокатскую контору. Послушайте, ну, любое даже дарственное, да, когда мы оформляем, у нас в нотариусе всегда вызывают человека, который оформляет, который дарит эту квартиру. И нотариус с ним беседует, задавая ему вопросы. Квартира оформляется не только через нотариуса. Существует простая письменная форма. Что вы говорите? Два человека заключают между собой простой письменный договор, прилагают определенный комплект документов, сдают в регистрационную палату, и все, квартира подарена или продана. Ну, есть же еще и другие ситуации, что бывает, ну, по крайней мере, в Москве зачастую, мне кажется, такое происходит, когда люди приезжают и остаются без денег, без паспорта. Да, в чужой город. Потому что их просто там украли или потерял и так далее. Вот как в данной ситуации быть? Ну, если вы потеряли паспорт, вам необходимо, во-первых, обратиться в правоохранительные органы, написав заявление об утрате, либо о краже паспорта, и, во-вторых, в паспортно-визовую службу за оформлением нового паспорта. А где приют-то тебе дадут? Вот взять, ты потерял деньги. Паспорта нет, денег нет. Билет не купишь. Да, и что делать? Ну, что делать? Звонить родственникам, искать знакомых, которые могут вам одолжить какие-то денежные средства на первое время. Паспорт-визовая. Ага, ты даже деньги не получишь, если у тебя паспорта нет. Как ты получишь деньги? Ну, вот в перевод же там паспорт. Ну, перевод можно получить по заграничному паспорту, по правам, если они у вас имеются. Это же такие же удостоверения личности. Лучше вообще их не терять, быть всегда на чеку и не знакомиться с подозрительными всякими личностями. Галина, спасибо вам большое. Спасибо огромное за беседу. Напоминаем, что сейчас у нас в гостях была адвокат Галина Токунова. Редактор субтитров А.Семкин